Привет, друзья! Вы знаете, моё первое знакомство с ремейком Resident Evil 2 началось ещё года три назад. Первый раз запустил её во время стрима, а первое прохождение выбрал за Леона. И да, в игре, если что, есть два игровых персонажа Леона и Клэр, и прохождение за каждого персонажа рассказывает немного разную историю. У каждого своя линия, которая идёт параллельно друг к другу. И хотя локации практически одинаковые, персонажи не пересекаются между собой, за исключением некоторых моментов. И да, есть ещё и другие игровые персонажи со своей линией, но это уже совсем небольшие сюжетики, которые открываются в самом конце в качестве бонуса, после полного прохождения игры за Клэр и Леона. Так вот, в первое прохождение я выбрал Леона, и то ли из-за того, что я проходил игру на стриме, то ли какое-то настроение было, в общем, пробежал её за один восьмичасовой стрим и особо как-то даже не вник и не успел проникнуться данным проектом. И тем более не прочувствовал тот дух ностальгии, которым от неё действительно несёт до слёз. Видимо, слишком часто отвлекался на чат, да и в целом, знаете, во время стрима всё-таки концентрация часто не на игре. При этом она мне тогда понравилась, но понравилась не так, как при повторном уже личном прохождении за второго персонажа, после которого я и захотел записать данное видео. Для тех, кто пропустил данный шедевр. Боже, как же я жалею, что не прошёл игру второй раз раньше. Всё как-то откладывал и откладывал долгий ящик, и на самом деле в какой-то момент уже и забыл про этот ремейк. Сейчас столько игрушек выходит, что в потоке всё теряется и забывается. В общем, спустя 3 года, после первого прохождения, совершенно случайно вернулся. И таки да, в спокойной обстановке, с приглушённым светом, я именно что прочувствовал и практически прослезился во время игры The Clare. Это определённо одна из тех игр, в которые категорически нельзя играть во время стрима. Это игра, в которую нужно играть одному. И после нормального, вдумчивого, повторного прохождения за второй сюжет, могу с уверенностью сказать, что в 2024 году в это не то, что не стыдно. Но обязательно нужна игра, даже несмотря на то, что игра по своей сути заточена в рамке продукта 1998 года. И сейчас просто подаётся в новой обвёртке. Структурно это и есть та самая игра 1998 года. Тем не менее, она даже сейчас может легко дать поддых большинству современных релизов. Моё второе прохождение у меня заняло 15 часов, то есть практически в два раза больше, чем первое во время стрима. Я пропылесосил всю игру от А до Я, разгадал каждую загадку, открыл каждый сейф, нашёл все тайники, какие были и каждое оружие. И каждую минуту, проведённую в этой игре, я наслаждался. Сюжет хоть и прост, но ты проникаешься, а лор просто изумляет. История, не знаю как кого, но меня очень тронула The Clare, как мне кажется, сюжетка более классная. Но проходить нужно обязательно за двоих. За кого первым вам решать. Локации с точки зрения дизайна и структуры проработаны ну просто на кончиках. Ближе к концу игры удивляешься, как разработчики умудрились так грамотно закольцовать все локации. Геймдизайн определённо прошёл испытание временем. Я просто плакал, когда бегал по этим коридорам. Да, многие об этом уже много раз говорили, и это правда. Во время игры ты реально погружаешься в детство, когда был мелким пиздюком, без особых забот, и вместе с батей сидел перед огромным телевизором. А в те времена телевизоры были огромные не потому, что у них там диагональ была какая-то большая. К сожалению, нет. А потому что телевизоры сами по себе были здоровенными булыжниками, такими, знаете, со всех сторон, квадратами. Даже если экран не сильно большой, то рамки на пол дома. Насколько мы все быстро привыкли к тонким панелям. Так вот, это та самая игра, которая возвращает тебя в беззаботное детство, где не было никаких проблем, и ты мог сидеть и играть все выходные, все вечера напролёт. В моём случае я рубился часто с батей, когда у него было время. И именно эту игру я играл часто с ним, потому что самому бывало страшновато проходить дальше. Реально сидел и играл со слезами на глазах, как ребёнок в конце 90-х. Но, даже если вы никогда не играли в оригинал, в это всё равно нужно играть. Она не держится на ностальгии. Ностальгия тут это скорее, знаете, такое приятное дополнение для тех, кто играл в оригинал. И это ни в коем случае не главное в этой игре. И это не то, на чём она держится. Ведь даже сегодня, с дизайном игры 26-летней давности, в это действительно интересно играть. Интересно ходить туда-сюда по коридорам и помещениям полицейского участка и возвращаться в одни и те же места, разгадывая головоломки. Находить не всегда понятные предметы, дальше думать и искать, где их можно применить. Интересно узнавать тайны, которые это место хранит. Я просто обожаю Метроидвани. Пускай Resident Evil 2 не совсем то же самое, что Метроидвани, но тут дизайн и структура локаций не менее интересно разгадывать и открывать новые ходы и выходы. И всегда классно видеть, куда ведёт та или иная дверь, которую ты с трудом смог открыть. Ещё раз, дизайн и структура локаций выполнены шикарно, не смотря на то, что они перекочевали к нам из конца 90-х в новой обвёртке. И поверьте, это та самая игра, которая способна вылечить игровую импотенцию. Это та самая игра, из-за которой ты сможешь поздно лечь спать, потому что тебе мало и ты хочешь больше. У меня, по крайней мере, было именно так. И у игры не менее прекрасный геймплей. Разносить бошки и отстреливать конечности зомби – одно сплошное удовольствие. Расчленёнка тут действительно что нужно. Физика и структура скелета каждого зомби очень качественно проработаны. Каждое попадание чувствуется не будто бы ты стреляешь просто в губку, а именно что в физическое тело, которое по частям иногда и по частицам разлетается от пуль. Если на твоём пути попадается толстый зомби, то когда ты проходишь мимо его трупа, тело как жилет или пается, будто ты действительно его касаешься. Прикольно и реалистично. Кровь на подошве ботинков очень качественно оставляет след на блестящей плиточке. Это всё, знаете, такие мелочи и детали, но это всё важно для атмосферы. Что касается сюжета, то что могу сказать. Видел и читал некоторые негативные комментарии, но я не знаю, к чему тут можно придраться. Как по мне, всё очень достойно. Сюжет сам по себе прост. У нас есть два персонажа, которые оказываются не в то время и не в том месте. И по сути попадают в очень непростую ситуацию. Вернее, попадают прямо в ад, из которого они хотят поскорее выбраться и желательно живыми. Каждая история развивается параллельно друг к другу. И у каждого своя сюжетная линия со своими персонажами. И каждая достаточно интересна. И да, хоть и сюжет как бы и прост, но атмосфера невероятная. А лор очень богат. И игра побуждает тебя погрузиться в него всё сильнее и сильнее. В игре тебе интересно знать, а с чего всё началось. А чё было дальше? А чё с другими персонажами? А кто это? А кто то? А кто этот Мистер Икс? И откуда он взялся? Кто вообще всё это заварил? И так далее, и так далее. И ты погружаешься в эту историю, как в воронку, из которой уже почти невозможно выбраться. Игра погружает в себя с низовой скоростью. Тебе хочется больше и больше. Каждый листик я читал с жадностью. Каждый диалог и каждая видеокассета только разжигали интерес. И после того, как игра была пройдена, я полез искать информацию по лору в интернете. Дальше. И это ещё сильнее меня затянуло в эту серию. В общем, не знаю для кого как, но для меня лично это шедевр на 10 из 10 на кончиках. Очень сложно было оторваться от прохождения и идти ложиться спать. Хотелось ещё и ещё. А у меня такое бывает крайне редко. Не поймите меня неправильно. У игры наверняка есть какие-то минусы для кого-то. Но я их в упор не увидел. Я просто кайфовал от начала и до самого конца. Каждую божью минуту, проведённую в этом продукте. И какой же кайф я испытал, когда наконец-то прошёл игру с бог знает какой попытки за четвёртого выжившего Ханка. Это было действительно потное, но приятное завершение игры. Если вы ещё каким-то образом в 24 году не играли или пропустили или даже не слышали про Resident Evil 2 ремейк, то просто поверьте, эта игра может стать для вас глотком свежего воздуха в современной игровой индустрии. Игра структурно прямиком из 90-х, но с шикарной графикой, шикарным звуком, шикарным дизайном, геймплеем и детальной расчленёнкой. И самое главное, огромной любовью к играм и игрокам. Это изумительное исполнение ремейка старой игры, в которую вы просто обязаны, по крайней мере, даже попытаться сыграть. Тем более сейчас она очень доступна. Она есть практически во всех основных консольных подписочных сервисах, таких как Game Pass и PlayStation Plus. Да и во время распродажи её можно выхватить совсем недорого. Если что, пишите в мой магазин цифровых игр для Xbox и PlayStation. И я вам помогу, как с подпиской, так и с самой игрой, если нужно. Ссылочка в описании. В общем, больше ни слова, если не играли, просто закрывайте это видео и попробуйте, даже если вы не фанат хорроров и вообще не любите этот жанр. Уверен, игра вас приятно удивит. Всем удачи, подписывайтесь и до встречи в новых видео. Пока-пока.